Некувака, здравствуйте, Некопара, волюм 3, продолжение этой эпопеечной саги о котётках, о ка-котётках. Ну-ка, братик, давай подберёмся поближе к сцене. Да чего уж тут. И вот моя неизменно-прагматичная сестрёнка подтащила меня прямо к сцене. Извините, верёвки слабо связаны, вдруг они спадут. Ей бы этого совсем не хотелось, чем туже узлы, чем сильнее поток речки из её междуножья. Можно затянуть немного посильнее. А? Туже? Да, нехорошо ведь получится, если верёвочки спадут прямо во время представления. Какая лапочка из Инамон. Какое рвение! Это ведущая, спасибо за помощь. Ну что, затянем посильнее, детки. Детки такие, да, больше БДСМ, да. Вот так достаточно? Ну, туго, но мне в самый раз. Ну, Синамон-тян, потерпи немного, хорошо? Уверена, кто-нибудь из детишек тебе да поможет. Мяу, помогите кто-нибудь. Ну, так туго. Ну, вообще-то не так уж и плохо. Ну же, кто спасёт эту милую Нека? Если вы не выручите Синамон-тян, у неё будут огромные неприятности. Особенно эти неприятности проникнут в неё. Неприятности? Какие такие неприятности? Нет, нельзя так. Нельзя меня мучить. Перед детишками нельзя. А в приватной беседе, да. Они-то у меня потекут слюнки. Скажи-ка, Пул Мэй, что это за овца в кошачьей шкуре там делает? А откуда мне знать? Я вообще не смотрела, так что я тут ни при чём. На экзамене на колокольчик, а она себя так не вела. Просчиталась подбором актёров. Зрители выбрали наихудший вариант. Ха-ха-ха, Синамон-тян, похоже, вовсю наслаждается. Ня. Наши Нека равнодушно наблюдали за происходящим на сцене. Им не впервые видеть такое поведение от Синамон. Меня, впрочем, тоже этим не удивить. Давайте-ка поможем, Синамон-тян. Давайте, шаурму, ребята, шуму, шуму, ребята. Кончай, кончай. Давайте-ка соберите всю свою силу в кулак. Споём песенку, которая прогонит этих злых ведьм. Все знают слова пиопенинга? Попенинг? Шо, попенинг? Никто не знает вообще? Эх вы. Следите внимательно за тем, что происходит вокруг. Во взрослой жизни это будет очень важно. Они просто стесняются. Да и актерам непросто, конечно. Ну да. Но ведь перед сценой столько детей. Что и говорить. Времена изменились. Фух. Когда в Стиме начали появляться эти игрушки с кошечками. Фух. И 10 подроченных котяток из 10. А ведущий? Я знаю кое-кого, кто знает слова наизусть, она идеально подойдёт. Правда? И кто же сегодня будет нашим героем? Кто же это такая? Позови её, и она придёт к тебе на помощь. Хорошо, сейчас. Шшш. Мэй-тян! Мэй-тян, помоги мне. Мэй-тян? Что? Я? Она меня зовёт. А кого же ещё и звать? Страшно, наверное. При всём честном народе. Ни за что! Я не буду этого делать. Вот дура. Зачем мне светиться там сейчас? Фух. Иди уж, раз эта дура позвала им на тебя. Её судьба была предрешена, когда на неё упал взор Синамон. Покойся с миром, Мэйпл. Мэй-тян! Если ты меня сейчас бросишь, я буду в большой беде! Мисс Коричневый Американский Кэрл. Мэй-тян! Стой, хватит уже, я иду. Не, только детей. Даже персонал всё смотрит на тебя, как на спасительницу. Тут ей уже не отвертеться. Ха-ха. О! Чудесно. Какой прекрасный вид. Вот такие внезапные события, лучший материал для фото. Снимай штаны. Жаль, Мэйпл, конечно, ей теперь не отвертеться. Я? Я поняла! Иду уже. Только заткнитесь, ладно? Эй, помоги мне подняться на сцену. Одна милая Нэка отважилась вступить за другую. Похлопаем же наши спасительницы. Как тебя зовут? Мэйпл. Старшая сестра Синамон. Старшая? Такая красавица. Это достойно ещё аплодисментов. На сцену! Микрофон в рот! Мэйпл-тян, споёшь нам? О-пу-пу-пу-пу-нинг. Нэка-ведьм. Спою. Давайте приступим уже. Итак, всем внимание! Подпеваем старшей сестричке! Как я влипла в это. Ну, что тут поделаешь. Понеслась. К звездам, что небо хлестко рассекает. Я тихий голос твой обращу. С тобою быть рядышком на это мгновенье. Это всё, чего я хочу. Мэйпл. Певучий голос Мэйпл наполнил пространство маленького амфитеатра. Меньше минуты назад в парке стоял шум и гам. Теперь же слышен лист голос Мэйпл. И мой. Дети обратили внимание на сцену. Толпа позади них, персонал. Всё-всё. Все замерли, устремив взгляд на поющую Мэйпл. Мэйпл тян, Мэй, хи-хи. Однажды тропкой этой краски начертали нам когда-то на хосте судьбы. Нас приведёт в город обетованный, что солнцем лишь для нас храним. Давай, давай, жжги! А, красиво, душевно. Скиньте слова в личку. Фух. Когда кончилась последняя строчка песни, Мэйпл опустила глаза. В воздухе всё ещё висит тишина, настолько всё поражены. Вот поэтому я и не люблю выставлять себя на показ. Хлопок. Один хлопок. Затем три. И вот уже вся аудитория взрывается аплодисментами. Немногочисленные хлопки переросли в оглушительный рокот. А? Что? Браво! Браво! Спасибо. Превосходно! Твой голос поистине божественен! Нет, я... Давайте-ка ещё раз похлопаем прелестный Мэйпл-тиан! Здорово, у неё получилось всё просто без ума! Это было невероятно! Так держать, Мэйпл! Да-да! Круто! Учу-колы ажушки торчком! Мне тоже понравилось. В семье Миназуки есть чем гордиться. Не то, что шлюхами остальными. Ну да, спасибо. Что такое? Стесняешься? Думала, ты скажешь. Ну а как ещё? Это же я. Ну или что-то типа того. Нервишки пошаливает накануне взросления. Да заткнись! Оставьте меня в покое. Это было удивительно. Согласен. Мэйпл, ты превосходная певица. И правда. Давно уже не доводилось слышать твоего пения. Рада, что ты снова поёшь. Ну... В этом же нет ничего особенного. Молодец, Мэйтян. Спасибо, что пришла ко мне на выручку. Ты нарочно позвала меня. Ты знала, что заставишь меня спеть, если сделаешь это. Правда? Что за глупости? Я просто рада, что снова смогла послушать твоё пение, Мэйтян. Я разве не говорила, что не хочу этого? Что? Не хочешь? А мне так хотелось вновь услышать тебя. Я сказала нет. Чего непонятного? Ещё одна такая выходка, и я разозлюсь не на шутку. Ну не сердись. У вас так здорово получилось петь. Это было так круто. Пожмите мне руку. Пожмите мне руку. Пожмите мне руку. А? А? Мне тоже. Подержите меня за руку. Я хочу хвостик потрогать или попу. Подождите, хвостик нельзя. Уже тоже. Ааа, не дёргайте мой хвост. Ну хватит. Так, все в очередь. Хорошо. Вау. Надо же, совсем взрослая стала. Впервые вижу Мэйпл с детьми. Да уж, я тоже. Обычно на детей её раньше не тянуло. Но это же детский парк. Здесь нужно позволить освободить все свои внутренние тараканы. Мэйпл любит детей, но не знает, как с ними играть или успокаивать их. Единственное, за чем она следит, это её прическа. Но Мэйпл вовсе не злая. Это да. Но ей стоит почаще быть просто собой. Хотя и умение поддерживать стильный образ, это, конечно, плюс. Ну да ладно. Главное, я нащёлкала кучу превосходных фото поскорее бы выложить в блог. Она потёрла щекой, а фотоаппарат сразу видно. Гордится своей работой. Порнофотограф. Как я и говорил, прагматично да нельзя. Эх, хуже некуда. Молодец, Мэйтян. Совсем как взрослая. Это просто из-за того, что некая редко поют, честное слово. Я так не думаю. Да. Чуколу тоже хочет снова услышать твоё пение? Нам стоит устроить представление в кафе как-нибудь. Я же сказала, что не хочу петь. Хватит уже. Мяу. Почему ты так категорично, Мэйпл? Тебя же здорово получается. Хм. Ну, некая процесс взросления очень сложен. И не обойтись без смазки, косё. Опять? Опять взросление? Сколько этапов взросления? Ну, каждый день ты становишься немножко взрослее. Понимаешь, косё. Много надо майонеза? Да? Опять? Она уже говорила что-то подобное, когда каканаты азуки куролесили. Куролесили! Впрочем, Сигуре всегда настолько уверена, что невозможно её не послушать. Она удивительно взрослая. Я кивнул. Итак, перерыв окончен. Продолжаем играть, пока не начнём. Валится с ног! Ву! Да! Ой, страшно, вырубай. Надо собраться с силами. Нам предстоит веселье ещё до самой ночи. Сегодня мы стали мяазуками такими, которые не были никогда. Типа того. Хм. Эх. Она напрашивается на щекотку. Ня-ня-ня-ня-ня. Ня-ня-ня-ня. У-ня. Кур-кур-кур-кур-кур-кур-кур-кур. Ня-ня-ня. Да. У нас тут так заведено. Сначала ня, а потом... Ня-ня-ня. Отлично. Ох, мяу. Эй, что за хренью ты маешься? Совсем раскисло в последнее время. Взросление очередной этап. Ух. Хотя при посетителях ведёт себя как обычно. Это любовь. Она влюблена. Зуб даю. Чукола слышала, что когда кто-то часто вздыхает, то это любовь. Какая же ты милая, Чукола. Иди ко мне. Ну ладно. Я займусь этим. Страшно. Мэй-чан, мэй-чан. Ммм, что? Чудесная сегодня погодка, правда? На небе не облачко. Ну да. Тепло и приятно. Похоже, некий 225 растёт как на дрожжах. Что? Правда? Вот рейдеры обрадуются. Эп, ну ещё. Какая-то шутка с Форекса. Эй, ха-ха-ха. Мона Сина, позволь спросить, что ты вообще делаешь? Синамон. Это загадка природы. Умом Синамон. Не понять. Эй, мэй-чан. А ты знаешь, что пингвины на самом деле сгибают колени, когда ходят? И если выпрямите ноги, то кажется, что они очень длинные. Кто бы мог подумать. Вообще-то ноги при ходьбе выпрямлять надо. Ага. Ага. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Если кошка прижмёт кончик языка к нижней десне, то не обожжётся, когда пьёшь что-то горячее. Да ты что. А не проще просто подождать, пока остынет. Глянь, глянь, глянь. Я заварила чаёк. Ровно 25 по Цельсию. Я, конечно, не так остро реагирую на горячее, как ты, Мэй-чан. Но всё равно приятного мало. Давай поэкспериментируем. Убираешь яжичок вот так. И хотя кончик языка сильнее реагирует на горячее, можно пить кипяток, не чувствуя почти ничего. Просто сверни свой язычок. Кончик. Кончик языка очень чувствителен. И что? Даже очень чувствителен, поэтому... Горячий, поэтому твой язычок. А-а-а! Ты не можешь угомониться. Нам, знаешь ли, ещё работать вместе. Постойте-ка. Она совсем не отреагировала. Почему? А-а-а. Я чувствую твою боль, Синамон. Я чувствую твою боль. Чакала не совсем догоняет, что происходит. Но направляет ей положительные эмоции. Лучи счастья вылетают из сисека. Криколы. Из глаз её, в смысле, сердца. Ты справишься, держи, Синамон-тиан. Вот видишь, Мэй-тиан. Когда я делаю вот так, я могу, могу глотать что-нибудь горячее в один присест. Сперму-косё! Мы все об этом подумали, правда? Нет, только я, блед. В Синамон-сливу китику так много. Гадость какая. Может прекратишь? Уж на что косё добродушен. Но наверняка выгнал бы тебя за такие выходки. Мона-сина просто ужом вьётся. А пул Мэй всё по барабану. Злодейка. Мэйпл роковая женщина. Я чувствую твою боль, Синамон! Я чувствую её! Держись! Не сдавайся, Синамон-тиан! Пекарня ходит ходуном. Хоть народу почти нет. Ну ладно, если так. Мэйпл, у тебя перерыв? Давай поебемся. Ээээ, в смысле? По душам поговорим. Правильная фраза. Да, уже скоро кончается. Ее ответ холоден и прямолинейен. На столе перед ней делдак для ногтей. Маникюр делаешь? Ну да, это меня успокаивает. Если не нравится, как он выглядит, я прекращу об этом думать. Мэйпл подняла руку и осмотрела ногти. Пожалуй, Нека часто так делают. Что-то сродни тому, как обыкновенные кошки точат когти, когда злая. Раздумывая тайных бытия, Нека я достал заварку. Из широких штанин. Ты в последнее время стала очень задумчивой. Что-то случилось? Нет, ничего. О чем тебе стоило бы переживать? Но я все равно волнуюсь. Сказала же, ничего. Как обстенку горох. Она стала странно себя вести с тех пор, как мы вернулись из парка. Но она не хочет об этом говорить. И что же мне делать? Тишина. Я вообще-то от природы неразговорчив. Но если она чем-то расстроена, я не могу это оставить без внимания. Неужели она увольняться собралась? Я начал заваривать чай в попытке подавить беспокойство. Кася. Я повернулся к ней. Как думаешь, зачем ты открыл пекарню? Ну как, чтобы пирожки делать с кошечками. И вот ее ногти накрашены, но она все так же дальна. В ее голосе не было ни намека на эмоции. Почему? Вот смотри. Твои родители уже владеют лавкой традиционных сладостей. Так? Там все основано на старинной методике, которой необходимо строго следовать, да? Так зачем ты ушел из дома и открыл пекарню? Она так и вперила в меня немигающий взгляд. Почему? А-а-а. Ну, причин несколько. Несколько, значит. Если не хочешь об этом говорить, я не против. Она не стала дальше давить, и вместо этого она уперлась подбородком в руку, держа в другой руке телефон. Так зачем она это спросила? Не пойму. Не пойму, что же у нее на уме? Наверняка что-то ее беспокоит, но... Я смотрю. Косю, тебе Нека нравится? Фига ты, детектив. Нека? У нас есть Нека? Алло. Ни разу не видел ни одной Нека. Я именно про Нека, не про обычных кошек. Да-да, нравится, но... Ну, в кошку-то член не залезет. Не в этом смысле. А в каком смысле? В смысле тебя. Только Неки-Неки-Неки привлекают. Что? Откуда вдруг такие вопросы? Не понимаю, чего она добивается. Мэйпл, не Нека? Ты уже четверых охмурил. Вот и стало интересно. У тебя что? Только на Нека встает? Да! Нет, ничего подобного. Я не ожи... Вот еще на сестренку встает. Я не ожидал, что наши отношения перерастут в интимные... Вообще-то. Ах! Мои лапочки. Уж тем более с четверыми об этом я молчу. Каждый из них по-своему очаровательный, правда же. Я не могу кого-то из них выделить. Да и никто не возражает. Так что я лишь вздохнул в замешательстве. Хм, ну да. Не дурно ты устроился. Что? В смысле, тебе, похоже, все равно, кто перед тобой Нека или обычная девушка. Ты к чему? А, ну... Да, наверное, так и есть. Мэйпл встала и засунула телефон обратно в карман. Прости за беспокойство. Обеспокоенность. Но мне пора. Перерыв кончился. До скорого. Коза. Что она хочет сказать? Чего? Ох, Мэйпл. Да что с ней не такое? Типа она думает, если они кошки, то он относится к ним как к кошкам, а не к настоящим девушкам. Если он будет относиться к ней и к Мэйпл как к настоящей девушке, а не Нека, то она в него влюбится, потому что она хочет понять, насколько сильны его чувства к кошкам. Настолько же они настоящие. Ох, Мэйпл. Она развернулась и вышла из комнаты, оставив меня в таком же замешательстве, в котором я и пребывал на протяжении всего разговора. Я мог лишь ошеломленно смотреть и вслед. Но сейчас мой перерыв. Ой, Синамон. Тебя Мэйпл заменяет? Да, сейчас Мэйпл заменю. Синамон присела на диван. Я поставил перед Синамон кружку и еще совсем горячего чая. И долил туда коньяка. Ух ты, спасибо, извини, что утруждаю. Ничего, я тоже хотел чая. И так собирался заваривать. Она кивнула мне с улыбкой. Мы начали тихо потягивать чаек. Мы поставили кружки обратно. Созвонким стуком. Эх. И Синамон туда же. В чем дело? Ты раньше так не вздыхала. Эх. Ну извини, я не вздыхала, это... Точно. У меня просто слюнки текут. Чуть не потекли, вот я и вздохнула поглубже. Кого ты пытаешься обмануть? Ну может и нет, наверное. Скрывать действительно бессмысленно. Эх. И снова вздох. Даже глубже. Мы сделали еще один глоток чая. Черт, она лежит, у нее подставка. Здесь видите, полукруглые подставки. Прям от шеи начинаются, вот так. Мы тянут последнее время не в себе. Еще один глоток. После нашего похода в парк, Аналегонка кивнула в ответ. Можно за компьютер на пару минут, Касю-сан? Напорно подрочить. Компьютер? Я передал ей ноутбук. Она сделала пару щелчков и перевернула дисплей ко мне. Посмотри, пожалуйста. Это же... На экране видео Мэйпл поет на сцене. Это же мы в парке. Да. Посмотри на комментарии. Она прокрутила немного вниз. Какая милая Нека. Я не знала, что где-то поблизости живет такая милашка. Она здорово поет. В целом, комментарии сводились к одному. Что это? Похоже, она довольно-таки популярна. Да, ты прав. Но... Синамон сделала глубокий вдох. Думаю, Мэйтян беспокоит, что о ней думают как о просто Нека. Конечно, она сама ничего не говорила, так что я могу лишь догадываться, но... Она нахмурилась. Значит, ее волнует, что ее видят как просто Нека. О чем я и говорил? О боже. Я разбираюсь в кошечках. Неа. Я смотрю, Касю, тебе Нека нравится. В смысле, тебе похоже все равно, кто перед тобой Нека или обычная девушка. Тут уж вспомнили слова Мэйпл. Такое уже бывало. Разве? Она кивнула с напряженной улыбкой на губах. Мэйтян любила петь, но... Ты же видел то старое видео, Касю-сан? То, что я смотрел в парке. Я кивнул. Там тоже было достаточно комментариев. И думаю, ее расстроило, что во все ее называют просто Нека. Все из-за одного слова. Хорошо ли, плохо ли, они говорят. Всего лишь Нека. Она говорила, что хочет стать певицей. Маленькую Мэйпл с видео это точно поразило бы до глубины души. Это нетрудно понять, учитывая ее гордость. Она была не в себе с тех пор, как мы вернулись из парка. И когда ты спрашиваешь, что случилось, она просто отворачивается от ответа. Да. Так вот оно что. Похоже, видео набрало уже немало просмотров. И комментариев тоже. И абсолютно большинство из них в том же духе, что те, которые показывала мне Синамон. Я просто хотела снова послушать пение Мэйтян. Но кажется, сделала лишь хуже. Она совсем упустила голову, отведя глаза в сторону. И тяжело вздохнула. Я похлопал ее по всей макушке. Похоже, Мэйпл тебе очень симпатична, Синамон. Вы, кажется, ближе, чем просто сестры. Ближе? Она удивленно устаивалась на меня. Да, вы сестры, но ваши отношения совсем иные, нежели у Коконата и Азуки. На Чоколу с Ванилой вы тоже не похожи. Я бы сказал, вы друг с другом на равных. Будто очень близкие подруги. С Коконатой и Азуки сразу понятно, что и сестер старше, а кто младше. И они не так привязаны друг к другу, как Чокола и Ванила. В то же время Мэйпл часто выглядит озабоченной. Кто тут озабоченный-то, Алис? Всегда пытается помочь. Всегда переживает о том, как ее действия скажутся на остальных. Так, во всяком случае, мне казалось. Ну, пожалуй. Может, у нас с Мэйп-Тян действительно такие отношения, или... Вернее, было бы сказать, что я хотела быть лучше Мэйп-Тян, лучшей подругой Мэйп-Тян. Она слегка нахмурила брови, но тут же смущенно улыбнулась мне. Я еще раз погладил ее. Я тоже волнуюсь за Мэйпл. Надеюсь, она хоть немного откроется мне. Ух. Переговорчик из меня не очень правда, так что не знаю, что у меня получится. Уверена, тебе она точно что-то дорасскажет и покажет. Но не будешь ли ты против, если я сама спрошу ее? Конечно, сам тоже попробую поговорить с ней. Я утвердительно кивнул. Мэйпл и Синамон, они обе... Мне семья. Я хочу сделать все, что в моих силах, чтобы помочь им. Честно. А еще... Что может прозвучать странно, но... Можно я возьму компьютер на перерыв? Она неловко переступила с ноги на ногу. Теперь дело идет опрона. Конечно, а что такое? Ну, я просто хотела кое-что поискать. Что именно? Ничего необычного, не волнуйся. Просто дома такое нельзя было искать. Просто не хотелось, чтобы кто-то подсматривал. Ну, то есть за мной. Ничего такого странного? Понятно? Скажем так, просто любопытство. Тогда свой собственный дом покупай. Я отобрал ноутбук, а неровно дышащий Синамон. Боже, спас бедную кошечку. Нет! Косюсан! Мне не верит! Я просто хотел немного расслабиться на перерыве. Да, и каким же образом? Ах, опять твой строгий взгляд. Ты вообще можешь держать себя в руках? Нет. Природу не изменишь. А я уж подумал, что узнаю о ней что-то новое. Но она не поменялась. Постоянно озабоченная о всех своих... Вообще к смыслах этого слова. А озабоченная Синамон дрочит на прона во время обеденного перерыва. Спасибо, что смотрели, ребята. На этом всё. Мяу-мяу-мяу. Лайки ставьте. И пока-пока. Увидимся в следующем видео. Мяу!